То, что происходит в Украине, меня очень трогает. Я плачу вместе с вами. Я не могу принять эту войну. Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины. Слава Украине! Друзья, угадайте, чьи это слова? Это слова великого актера Алана Делона, которого на днях похоронят в его поместье, где похоронены, кстати, его 35 собак, таковым было его пожелание из завещания. С чем у вас ассоциируется Аллен Делон? Видел, что его смерть тронула очень многих, поэтому искренне пишите ваши впечатления, ваши воспоминания. Друзья, давайте вспомним, вспомним этого человека, который до последнего поддерживал Украину все вместе. Сегодня с нами бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Ростислав, привет! Ты с какими мыслями эту новость встретил о смерти Делона? Ну, Аллен Делон для любого человека, который сформировался в советское время, это, конечно, икона. Икона, в первую очередь, чего-то такого очень западного, чего-то очень стильного, чего-то очень такого несовкового. То есть это когда человек может выглядеть ярко, интересно, когда человек может знать себе цену. И вот это, конечно, большая утрата для меня лично, поскольку для меня тоже он был не таким, как бы уж прямо учителем. Он, наверное, об этом и знать не знал. Но, конечно, он был примером для очень многих тех, кто хотели выглядеть несовково и вести себя несовково. Он как-то вот один из немногих, кто смог проникнуть вот как-то в советское наше сознание и у многих из нас изменить его. Ну, у многих, к сожалению, изменить его не смог, и многие россияне так по-прежнему и остаются совками. Друзья, ваши воспоминания еще раз призываю писать в комментариях, лайки тоже этой беседе поставьте. Очень хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор с Ростиславом. Кстати, под этим видео найдете ссылку на YouTube-канал Ростислава, тоже подписывайтесь. Ну, а тем временем Путин пока умирать не собирается, но похоже, что на фоне операции украинских вооруженных сил в Курской области кто-нибудь доглядишь, может ему и помочь. Вот на самом деле писал ряд телеграм-каналов, в том числе сказочный телеграм-генерал СВР, что Путин закрылся у себя в кабинете, значит, никого к себе не пускает и, в общем, ждет, как бы все обошлось. И его чуть ли не окружение на коленях просит уйти в отставку, а он не говорит ни да, ни нет, и, в общем, непонятно, что происходит. Теперь же увидели Путина, увидели Путина его, правда, не в Курской области, а в Азербайджане, куда он прилетел обниматься с Алиевым. Кстати, об этом тоже можем еще отдельно поговорить. Ну, у тебя на территории одной из твоих областей захвачено почти 100 населенных пунктов. Ты летишь в Азербайджан. Ну, политтехнологический, Ростислав. Как это обсудить? А это не политтехнологическая была поездка, на самом деле. Здесь я, конечно, всегда рад поддержать разговор о том, что Путин идиот и что он не может просчитать на полтора шага вперед. Но здесь как раз поездка-то для него была жизненно важной, на самом деле. Потому что сегодня, почему Путин пока еще может продолжать войну? Потому что Путин продолжает свою вот эту вот черную торговлю через танкерный флот. Это все делается только и исключительно с помощью семьи Алиевых. Потому что я тебе уже рассказывал о том, что, собственно, там есть два племянника Алиевых, у которых есть компании, зарегистрированные в Эмиратах, которые получают, но только от Роснефти половину нефти Роснефти. Это то, что известно, то, что описано уже прям фактически. И, соответственно, эта нефть отгружается через азербайджанские порты, идет, соответственно, по маршруту через Суэцкий канал в Индию. И, соответственно, вот это еще потом перерабатывается в нефтепродукты и покупается, как это ни странно, в основном американцами. То есть, как бы, это вот торговля танкерная, это то, что, если бы прекратилось, то могло бы закончить войну вот очень скоро, в течение нескольких недель или месяцев. Потому что это вот прямая подпитка из Америки миллиардами нефтедолларов вот этой самой безумной войны. И, собственно, об этом все знают, включая американцев. И, наконец-то, сейчас начали все чесаться и начали все как-то пытаться это все дело заблокировать. Я связываю это с тем, что у Байдена и его администрации больше нет никаких обязательств перед олигархами. Они не идут на второй срок. И сейчас дедушка старый ему все равно, грубо говоря. И поэтому вот он начал фигачить, как бы, да. Почему, собственно, Китай вдруг начали жестко иметь за попытки помогать Путину в войне. Да, почему Китай дроны перестал Путину продавать, да, с сентября перестанет, точнее. Потому что вот они, наконец-то, включили вот эти жесткие меры. И, соответственно, по вот этой танкерной торговле, в том числе, и, соответственно, сейчас Путин с Алиевым там не просто так сидели, обнимались там и тискались, да. Но и при этом они обсуждали, а как им обойти вот эти вторичные санкции. То есть как там сделать так, чтобы Азербайджан не нахлобучили, как здесь роль Турции, как бы, каким-то образом тоже разыграть, да. Потому что Турция, понятно, всегда за Азербайджан и всегда за то, чтобы заработать. Ну, и, соответственно, вот они там не просто так сидели. Вот, а если, соответственно, у них получится, то, значит, это будет очень плохо. Но, надеюсь, что нет. И вот эта вот показная, знаешь, такая яркость, пышность встречи, так, тут они тут посидели, и так посидели, и там пиджаки сняли, и галстуки сняли. И жену-то Алиев пригласил, хотя она, знаешь, первым вице-президентом работает в Азербайджане. Ну, так вот у диктаторов принято, да. Соответственно, путинская дочка командует Белоусовым, а в Азербайджане она прямо официально первый вице-президент. Ну, вот, и, соответственно, это все может быть на самом деле вот такой, на Востоке так бывает, да. Когда ты хочешь чем-то человеку отказать, его надо прямо обнять, затискать, сказать, ты мой брат, да я же тебя обожаю, да ты же понимаешь, как я тебя люблю. И мне кажется, это вот из этой оперы-история. Потому что я уверен все-таки в том, что когда Алиеву очень четко предложат, как в интервью Нэнси Пелосе предложила Си, да, Дзин Пину, либо ты выбираешь Америку, либо ты выбираешь Россию. И, соответственно, со всеми вытекающими и втекающими. Ну, если то же самое скажут Алиева, то как ты думаешь, да, догадайся с двух раз или лучше с одного, а что он выберет? И поэтому я думаю, что, скорее всего, этот выбор он уже сделал, и, скорее всего, танкерная торговля будет притухать, поскольку Путин не просто так сейчас начинает танкерать и отправлять уже через Северный Ледовитый океан. Потому что если бы все нормально было через этот канал, он бы дальше его юзал. Но так как он ищет какие-то запасные варианты, значит, там дела плохи. И, значит, он сейчас туда побежал, в Азербайджан, действительно, на фоне безумной войны, еще и перешедшей, собственно, на территорию уже России, в Куршскую область. Соответственно, если он туда поехал в это время, значит, моя гипотеза очень близка к реальности. То есть, значит, у него там большие проблемы. Чего я ему искренне живаю? Ну, есть еще одна версия, что Путин поехал интересоваться у Алиева, как восстановить территориальную целостность. Потому что у Алиева же получилось, восстановить территориальную целостность в Азербайджан. Теперь такая же проблема, ну, условно, да, на территории России. Что ж, друзья, как вы считаете, тоже пишите ваши мысли. Ты вспомнил о дочке Путина, а я вот и племянница, да. Она же ведь как раз замминистра обороны Анна Цивилева, дочь двоюродного брата Путина. У нее, кстати, у ее семьи там поперло, как Путин пришел к власти. Но вот это повышение, да, она теперь там занимает какую-то должность, которую я себе даже не выписал. Но, в общем, утверждается, что это... Статс-секретарь-предозаместитель называется, да. Вот, да, это рост вверх, насколько я понимаю. Мы помним, что и дочери у него были непубличные. Потом он их вывел в паблик, там, в данной сцене чуть ли не выступал с ними на Международном экономическом форуме. Вот это вот племянница замминистра обороны. Ну, такое ответственное министерство, да, особенно в такое время. Вот о чем может говорить вот как раз, да. То есть неужели Путин рассчитывает перейти к какой-то гинастичной модели? Ну, конечно, да. Собственно, все диктаторы так делают, потому что они же не могут никому доверять. Их все кидают, себя обманывают. Никто их на самом деле не любит, потому что диктаторы, как правило, идиоты сумасбродные. Собственно, Путин это доказывает со всей вылистательностью. Ну, соответственно, как бы, а кому можно верить? Ну, вот дочка же родная тебя не продаст. Она все равно найдет тебе какое-то оправдание. Даже несмотря на то, что вот его старшенькая, да, Маша, она, говорят, вполне себе была в адеквате еще лет 10 назад. И вполне себе была такая носителем западных ценностей. И хотела просто работать врачом в европейской клинике. Какая у нее была мечта? Ну, соответственно, ну, вот мечты обломались, потому что все равно ребенок, он ищет повод, как бы, да, там, оправдать отца, что нет, наверное, все-таки на Западе козлы, нет, наверное, все-таки зря они вот поддерживали Украину, это же как бы она наша. Наверное, какие-то такие вот у них ходы мыслей, да, ну, соответственно, вот и племянники. Там тоже как бы своя, там, да, файда, как башкиры говорят, да, любить своего, значит, шефа, потому что, ну, потому что это, во-первых, родня. Во-вторых, собственно, это еще и огромные бабки. Вот, и, собственно, как бы бабки, которые не прервутся, потому что, ну, что же, не расстреляешь своего родного племянника или племянницу. Ну, и, соответственно, вот это все такая модель, которая всегда в семье действует. Почему все диктаторы пытаются оставить своего сына? Почему Туркмен Башфи оставил Берды Мухаммедова, да, потому что он его сын от одной из младших жен, собственно говоря, и так далее. То есть таких примеров-то очень много. Сам Алиев, собственно говоря, да, что так далеко ходить. Вот, поэтому, да, это попытка сохраниться. Но что радует в этой ситуации, это то, что у очень многих из них это не получается. Ну, и, соответственно, как бы, а у многих из них там случаются кишечки любитые интересные. Вот, таксин Чиноват, например, в Таиланде сидит в тюрьме сейчас. Его лет 15 назад, соответственно, скинул такой тайландский Майдан. Не знаю, помнишь ты эту историю или нет, ты, наверное, еще все-таки был молодой достаточно. Вот, но там было интересно. Там была такая революция, которую назвали СМС-революцией. Я и сейчас не старый, Ростислав. Действительно, извини. Да, да, просто по уму-то ты ничего себе. Значит, соответственно, значит, вот они все обменивались СМС-ками и таким образом скоординировались и, значит, пришли вот куда-то. Там еще не был даже мессенджер. Вот, но тем не менее это им помогло. Это уже потом отключили, но было поздно. Значит, соответственно, человек сидит, пообъединили его там в коррупции и так далее, куча всего. А вот у него подросла дочка, и вот она теперь, например, мистер Таиланда, причем как бы она не пытается даже Бачу освободить, он продолжает сидеть. Ну, в принципе, было бы любопытно, да, если, например, Маша Путина пришла в себя, да, например, Бачу бы посадили, да, а она через 20 бы на какие-то выборные должности попыталась бы претендовать. Ну, это как бы возможно в Таиланде, но в России, я думаю, что, конечно, отправят за Мажаев всех. Я думаю, что я даже в этом поучаствую, но не удержусь. Вот хоть я тебе и рассказывал, что я не хочу жить в России, но наезжать и что-то такое там делать буду обязательно. Наблюдаем за слабостью Путина наверняка не только мы, не только на Западе, но и в середине самой России. Ну, вот если возвращаясь к слухам, да, мы можем рассматривать не конкретно их, но процесс определенный можем ли выделить. Да, что действительно демонстрирует недееспособность ситуация в Курской области, операции украинских военных, недееспособность Путина. И вот по слухам, значит, сейчас даже выбирают кандидата на пост вероятного нового лидера России. И, значит, два самых главных кандидата. Это либо глава Ростеха Чемиза, ну или, конечно, помощник Путина Патруша. Вот, и, мол, что, ну, опять-таки, ссылаясь на телеграм-канал Генерал Свер, да, но мы должны относиться к этому как к полу-юмористическим таким, значит, слухам, что двойник Путина, который сейчас сидит на троне, его уже судьба тоже решена. И давно думали, как от него избавиться. И сейчас, мол, самый подходящий момент, и вот только решают, у него будет, значит, инфаркт или он упадет с лестницы. Но давай вот об этих кандидатурах поговорим. Насколько действительно, ну, вот, кто может быть основными игроками, которые сейчас, вероятно, могут попытаться, если такое возможно, каким-то образом отстранить Путина от власти? Что скажешь про Чемизова и Патрушева, ну и в целом, насколько такой сценарий вот этого отстранения от власти на фоне операции в Курской области, он реален? Ну, это абсолютно реальная история, поскольку, ну, посмотри, что случилось сегодня в Курской области, в России, в мире вообще, да. То есть сейчас вот мы с тобой беседуем, а в это же самое время несколько очень серьезных мужчин и женщин, наверное, тоже, сидят, склонившись над картой, и думают, окей, Украина просто взяла и десятью тысячами солдат вошла и просто забрала у Путина часть России. Об этом думают, например, в Японии, которая находится, как ты помнишь, в состоянии войны сегодня с Советским Союзом и с его правоприемницей России, соответственно, тоже. А японцам очень сильный бадхерт доставляет то, что часть исхонной японских земель, вот там тоже они любят все эти очень разговоры, значит, это самое а-ля Путин, Такер Карлсон, да, что тут всегда жили японцы, и на японских-то дудках там дудели, в японских-то шароварах ходили. И вот надо забрать обратно в Японии, это очень серьезный разговор, поверь мне. И сейчас там об этом говорят, ну, я не знаю, если об этом не говорят в офисе премьер-министра, то, ну, не знаю, готов отдать, не знаю, ну, не руку на осещение, но мизинец точно готов. Потому что точно говорят, потому что они в состоянии премьер-министра, бороду, ну, хорошо, полбороды, договорились. Значит, соответственно, вот они там обсуждают, что нам сегодня мешает, собственно, взять и войти, как бы, например, и забрать себе Сахалин вообще весь, например, да, со всеми островами. Там вообще ничего не мешает, там нет никого, там все боеспособное оттуда вывезли, там нет сегодня ни одной пушки, которая стрелять умеет, потому что все перетащили давно сюда, в эту часть России. Об этом же, кстати, говорят и многие в Китае, потому что у них тоже есть куча претензий к Путину и к Советскому Союзу, и к России по поводу территорий. А значит, тоже туда-сюда все гуляло в свое время, и тоже сейчас там есть вопросы, так сказать, вопросики имеются. Хорошо, а у финнов, например, нет вопросиков к Путину по поводу территории? Ну ладно, это мирная такая страна в сердце Европы, это понятно в порядке бреда, да, но как повод, например, да, а почему вдруг вот кто-то не может устроить провокацию? Да какие-нибудь там, ну это откроется, там в Карелии, например, там какие-нибудь там, там это самое, как называется какой-нибудь город в Карелии, чтобы там назвать его там, то есть просто КНР, там Карельская Народная Республика, да, не хочется говорить, поэтому, ну там есть Кандапога, там я знаю, там есть, короче говоря, в Карелии какой-нибудь город, ну скажет, что мы вообще чувствуем себя, финнами, а мы вообще вот на финском говорим до сих пор, и вообще нас незаконно отделили, и вот мы как бы объявляем движение за... А что мешает сегодня это сделать вообще по всей России? А таких частей, а Кенигсберг немцам не надо случайно назад? А это случайно не исконно немецкая земля? А все же тоже поняли, что если сейчас вот возьмут на танках немца, заедут Кенигсберг, а кто им что скажет? Побегут обнимать, вспомнят все немецкие слова, еще и споют, и вот это даже запрещенный вариант гимна о том, что Deutschland Deutschland, пам-пам-пам-пам, да, я не буду в эфире произносить, чтобы YouTube у нас не забанил. Ну, они изменили, как ты знаешь, этот гимн после фашистской Германии. Значит, соответственно, сегодня Россия – это такой подранок, и вот вокруг-то серьезные злые звери ходят такие и думают, хм, а вкусненький, а ведь еще вполне съедобный, а есть ведь, смотрите, вон мяско-то. И вот они вокруг него кружат и просто думают, а как его сейчас лучше забрать? Как его забрать так, чтобы он не царапнул никого? Вот он что-то может, да, чуть-чуть, да, там, лапкой махнуть, там, что-то. Значит, и, соответственно, значит, они вот это все сейчас обсуждают, потому что показал Зеленский всему миру, что эта граница России дырявая. Почему, если она дырявая, можешь себе представить в том месте, где Путин воюет уже третий год, то представь себе, какая это граница там где-нибудь, где может Кандапожская Народная Республика состояться. Вот представь себе, какая она там. Там вообще, наверное, на три километра стоит какой-нибудь один 18-летний наш мальчик, покуривая Беломор, значит, который при появлении какого-нибудь вооруженного человека, он просто его инфаркт тут же сразит, он даже руки поднять не успеет. Соответственно, вот это то, в каком состоянии сегодня Путин оставляет Россию, и это все видят, естественно. И это все видят в том числе в окружении Путина, в самом ближнем его кругу, в кругу, который чуть подальше, ну, например, в таком, как Дерипаска, например, и олигархи, да, ну, вот он подальше чуть-чуть этот круг, но там не глупые люди, они прошли там такой, естественно, отбор в 90-е, там друг друга стреляли, друг у друга вырывали из горла, грызли друг друга зубами, руками, чем угодно. И вот этот Дерипаска, это парень не пробах, и таких там еще есть полтора десятка человек. И если Дерипаска сегодня говорит открыто, что война безумная, немедленно надо ее закончить и не обсуждать даже условия, и что вообще начало ее было ошибкой, это говорит о том, что все, там в элитах, вот даже на том уровне, где я сейчас не особо общаюсь, да, я с Дерипаской и его уровня людьми, говорю сейчас только с теми, кто сошли с орбиты и кто сейчас в эмиграции, но я с ними говорю, и я имею все-таки контакты, и есть еще и вот прямые слова того же Дерипаски, который остался, да, и, соответственно, мы делаем вывод, что сегодня российская элита понимает, что Путин — это придурок, который привел их на грань гибели, потому что если вот эти стервятники, которые есть вокруг Россиюшки-матушки, да, ну, я понимаю, что сейчас с иронией все это говорю, значит, стервятник-то главное — это сам Путин, но вот если те, кто вокруг сейчас вот как бы на карты внимательно прищурившись смотрят, если они решат сейчас все это переделать, то останется ли там Дерипаска? Да нет, конечно, не останется, потому что когда переделывается политическое устройство, переделывается экономика, это закон жанра, the winner takes it all, да, победитель все получит, соответственно, Дерипаска и его друзья это понимают. И что тогда им делать? А им надо каким-то образом Путина убрать, а Путина можно убрать по-хорошему? Можно с ним договориться, пока он сидит у себя в кабинете и плачет? Не, нельзя договориться, он, кстати, действительно сидит в кабинете и плачет. Вот мне рассказывали люди там из коридоров Кремля, что он часто закрывается, на всех орет, что в безумном состоянии таком паническом, но при этом он не обсуждает, в отличие от того, что пишет наш мечтатель из канала СВР, значит, он, конечно, не думает и никогда не пойдет, как Байден, на уход из власти, потому что это Байден, а это Путин, потому что еще разные люди. И, соответственно, что тогда с ним можно сделать? А ты, Дерипаска, а у тебя есть своих там пять министров, которые у тебя в кармане, потому что ты им бабки давишь. И еще у тебя есть 25 офицеров ФСО, которые точно так же у тебя в кармане, потому что ты им тоже бабки давишь. Потому что тебе надо знать планы, графики и так далее. Всех, кто в этой стране летает и решает. И, соответственно, у тебя есть ФСБ таких же там своих куча, у тебя есть в ментовке своих куча, в следователях, в прокуратуре и так далее. Ты довольно мощный в этих всех смыслах. И что для тебя есть какая-то большая проблема, особенно если таких, как ты, несколько, если ты уверен в том, что это правильно то, что ты делаешь, и что вы потом останетесь в порядке. То есть есть какая-то проблема с тем, чтобы узнать, в каком вертолете, из какого пункта А, в какой пункт Б полетит Путин, и аккуратненько его встряхнуть с этого вертолета, вообще никаких проблем. Собственно, главы стран третьего мира погибают ровно так и всегда, потому что всегда есть кому их предать, потому что они всегда ненавидимы собственным ближайшим кругом. Почему, собственно, Путин сегодня своего, значит, горшконосителя и человек, который сапоги ему перебывает, ставит главным на операцию в Курской области, хотя он жизни пороха не нюхал. Он служил-то в армии полгода, по-моему. И его сейчас ставят начальник во всем генералам, потому что доверять ему больше некому. И, соответственно, всегда в странах третьего мира такие вещи случаются, ну вот, очень легко. Ну, ты найдешь десятки людей, руководивших странами третьего мира, а сегодня Путин создал из России страну третьего мира. На это даже можно не обижаться, даже хоть ты сто раз патриот России, потому что просто это так. Потому что страна качает бензин, торгует и у всех убивает направо и налево. Это третий мир. Значит, соответственно, вот ты найдешь десятки подтверждений. Там только в самолетах вот так вот сбиты человек 16, вот из этих вот диктаторчиков. Значит, соответственно, Путин будет 17-м, скорее всего. Ну, либо какой-то другой вариант его гибели насильственной, которая потом будет обставлена, разумеется, как инфаркт, как случайность, как авария, ДТП и так далее. Я думаю, что это то, что в ближайшее время Путин ждет. Потому что если они это не сделают, все эти дерипаски, то всем этим дерипаскам кирдык. Их не будет, потому что те, кто побеждают, они распределят это между другими дерипасками. Но это будет, возможно, не так цинично, как то, как это делает Путин. Возможно, там не будет, я не знаю, президент Камала Харрис, там как Путин отгребать там по 50% с бизнеса любого нового зашедшего олигарха на территорию России. Там это работает не так. Там просто как бы кланы заходят, да, и, соответственно, они становятся мощнее, да, потом президентов они поддерживают, но по-другому. Вот, соответственно, там чуть-чуть все интеллигентнее, элегантнее происходит. Но суть примерно та же. Да, ну, с меньшим размахом, наверное, чем у Путина. Потому что Путин, наверное, сейчас самый богатый человек на планете, а Камала Харрис, даже будучи президентом, самым богатым человеком не станет. Просто она будет в порядке, будет влиятельной, сильной и так далее. Соответственно, вот это вот примерно путь, который Путину угрозит в самое ближайшее время. И Курск действительно стал его прологом, потому что все наконец-то поняли, что, господи, блин, а что мы его, чуть не сказал по-русски, что делали, боялись-то два с половиной года. Так его же соплей перешибить можно. Посмотрите, что сделал Зеленский. Десять тысяч человек. И тысяча двести пятьдесят квадратных километров захвачены. А если не десять тысяч человек? А если сто тысяч человек? То что, давайте умножим. Это уже, пожалуйста, доход до Москвы. А если давайте помножим на двадцать, ну вот тебе и вся Россия забирает. И что, в мире не найдется людей, которые не найдут как пятьсот тысяч человек вооружения, что ли? В каких-нибудь местах. В Украине частично, где-то еще. Да запросто найдут. Вот сейчас надо ждать, где еще сейчас полыхнет у Путина. Если его раньше не пристрелят свои... Так вот, как я рассказывал. Спасибо.